Есть такая легенда у нас здесь в Арамашево, она связанная с церковью, с пещерой, что под церковью существует пещера «Спасение» ее называет. И что во время набегов вот этих кочевников там, вот этих все таких, и люди типа уходили в эту пещеру, в пещеру спасения, и где-то вот здесь, допустим, на той стороне реки в лесу выходили. Но это, знаете, красивая легенда для туристов, будем говорить так, никто ее абсолютно не подтвердил. Я всегда говорю, если вход есть, и, как говорят, должен быть выход, так его все равно кто-то знал. Кто-то бы его нашел или как-то что-то это. Да и нереально, представляете, с той скалы под дном реки пройти и где-то выход все равно бы тут затопило, это затоплено было. Ну, так красиво. Красивая легенда. Не знаю. В Арамашево здесь был камень, он сейчас есть. Мы его всегда называли Боровихиным. Когда появился курорт Самосвет, этот камень вдруг стал Дунькиным. И появилась такая легенда, что там Дунька, неразделенная любовь, бросилась с этой скалы. Никто не в Арамашево, не в Роскотихе, нигде это не подтверждает. И вообще даже, да, ну, миф возник на ровном месте. А Арамашевские люди сказочники ищут? Нет, это не Арамашевские, это курорт. Курорт? Курорт. А Арамашевские твердо стоят на своем. Камень Боровихин, не Дунькин. К слову, пока идем у этого. У нас еще есть несколько интересных тем. 1662 год. Большое Башкирское восстание. Вот здесь у нас прокатилось по всему Уралу. И у нас здесь вот недалеко произошло сражение с восставшими. Возглавлял это Кучук. Это племянник Кучума, которого в свое время разгромил Ермак. Потом на месте побоища сделали захоронение, братскую могилу. Поставили часовню и поставили большой каменный крест. В 30-е годы нашего века уже, нет, 20-го века часовня пришла в негодность. Снесли крест. В 60-е годы распахали, крест бросили в лог. Местный житель его зацепил, притащил себе домой на подворе и сказал, умру, поставите мне на могилу. И вот он сейчас стоит у него на могиле. Но этим лучше всего отдельно потом все проехать там и посмотреть. И это просто очень довольно интересная история.